Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. До мундиаля месяц. Сегодня в Сочи президент провел заседание оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу. Мир труд май. Почти 30 тысяч сочинцев приняли участие в праздничном шествии. В эти же дни в Сочи начали активно готовиться ко Дню Победы. На башню Ахун водрузили копию исторического знамени. В Сочи разыграли медали открытого городского турнира под Хэквондо ИТФ. Его проводят в память о Юрии Гораняне. Сегодня в Сочи президент России и глава Международной Федерации Футбола посетили стадион Фишт. Владимир Путин и Джанин Фантино высоко оценили готовность арены к чемпионату мира по футболу. Экскурсию по спортивной площадке провел губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев рассказал о системах безопасности, которые соответствуют мировым стандартам. Огромное значение было уделено безопасности. 178 досмотровых рамок по всем входам стадиона установлены. И из них 49 рамок могут четко работать как интероскопы. Современная система видеонаблюдения. Более 2000 видеокамер установлены на стадионе. И практически под наблюдением находятся каждый квадратный метр. Как внутри стадиона, так и снаружи. Высочайшая степень безопасности стадиона. После Владимир Путин, Джанин Фантино и Вениамин Кондратьев прошлись по полю. Оценили состояние газона. Под ним на глубине 2,5 метров проложены сложнейшие системы дренажа, полива, подогрева и вентиляции. Всего на переделку стадиона из Олимпийской арены в футбольную было выделено более 4,5 миллиардов рублей. После реконструкции Фишт может вмещать 45 тысяч болельщиков. Для этого были построены две дополнительные трибуны. Праздничным шествием кубанцы отметили 1 май. Самая многочисленная колонна в день весны труда и мира собралась в Краснодаре. Больше 60 тысяч человек. Вместе с горожанами по улице Красной прошли глава региона Вениамин Кондратьев, председатель краевого заксобрания, депутаты, вице-губернаторы и мэр кубанской столицы. На первомайскую демонстрацию руководитель края пришел вместе со своими детьми. Как отметил Вениамин Кондратьев, этот праздник любим всеми поколениями и может по праву называться всенародным. Это начало весны, это радость, это надежды, это единство. Это одна огромная большая семья, которая сегодня может на этой улице, самой главной улице нашего края пройти и показать и сказать всем, мы вместе. Традиции достаточно сильны, это радость. Сильны традиции, значит живая история. Живая история, значит у нас есть будущее. Участники праздничного шествия несли в руках флаги, цветы и шары в форме голубей. Это символ мира. Чтобы отметить первомания, которые специально приехали в Краснодар, например, в колонне вместе с горожанами прошел народный артист России Валерий Баринов. Я вообще люблю очень и Кубань, и Краснодарский край. И каждый раз он мне дарит какие-то новые ощущения. Вот у меня сегодня такое ощущение возвращения в юность. Под знаменами и флагами по центральной улице города проследовали представители политических партий, профсоюзов, ветераны труда, студенты, медики, строители, спортсмены и работники культуры. Всех их Вениамин Кондратьев приветствовал уже с трибун на Пушкинской площади. Отдельной колонной прошли волонтеры, ведь 2018 объявлен годом добровольцев. В небо молодые люди выпустили сотни символических голубей. Но к празднованию Дня весны и труда присоединились около 30 тысяч сочинцев. Небывалый по масштабу парад собрал работников всех сфер курортной жизни. Лозунги, воздушные шары и флешмобы буквально окутали центр Сочи 1 мая. Это не разминка и не запланированная программа. Воспитанники сочинской футбольной школы просто не могут держать мяч в руках. Правда, на самом параде все-таки пришлось пройти без демонстрации навыков. Не удержались лишь в конце пути и устроили настоящий флешмоб. Именно футболистам многотысячной колонии особое внимание. На пороге чемпионат мира – события, к которому готовятся всем городом. Эти спортсмены стали символом совместной работы. Результаты масштабного труда сочинцев скоро увидят весь мир. А пока время порадовать себя яркими шарами, хорошими песнями и прочувствовать торжественность момента. 30 тысяч сочинцев, работники всех сфер города, спортсмены, школьники, студенты, юно-армейцы. Яркие наряды, а самое главное – горящие глаза и улыбки на каждом, кто попал в первомайскую колонну. Мир, май, друг! Да, здравствуй, Сочи! Сест, семьями, с детьми, с внуками. Весело, радостно, с улыбкой. Я очень люблю этот город, который стал для меня родным уже 10 лет назад. Это наша история, это история нашей страны, нашего народа, поэтому мы здесь. Те немногие, кто оказался за пределами колонны, кажется, пожалели, что не присоединились вовремя. Зато удалось со стороны оценить масштаб первомайского парада. И со стороны посмотреть интересно, и поучаствовать интересно. Очень весело, здорово. Так что мы рады, что мы здесь. 1 мая – историческая дата, пропитанная многолетним опытом бабушек и дедушек, родителей и теперь уже тех, кто с гордостью продолжает нести знамя труда на благо своих семей, города и страны. На трибуне, самом почетном месте, заслуженные ветераны труда. Они – главные зрители парада, для которых демонстрация – это не какая-то формальность, а больше события, трогающие до слез. Потрясающе! Это такой восторг, это такое настроение, вы знаете, до слез. У меня слезы выступают. Вы посмотрите, какая красота. Весь город вышел. Это потрясающе. Всем городом выходить сочинцы привыкли не только на праздники, но и на работу. Меньше месяца осталось до Чемпионата мира по футболу, которому горожане и власти курорта готовятся несколько лет. И в день, когда первые спортсмены и фанаты начнут пребывать в Олимпийскую столицу, Сочи будет готов удивлять. Я думаю, мы их удивим нашим гостеприимством, красотой города, цветами и футбольной инфраструктурой. Педагоги, врачи, инженеры, музыканты в одном ряду не просто так. Каждый причастен к общему делу, процветанию любимого города. Сочинцы давно доказали, что умеют работать, а от того и отдыхают на славу. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На башню Ахон водрузили копию знамени Победы. Ветераны Великой Отечественной войны, юнормейцы, школьники вместе с главой Сочи Анатолием Пахомовым подняли символический флаг на высоту более 650 метров над уровнем моря. В этот же день, 73 года назад, советские солдаты Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили знамя на здании германского парламента. С символичной акцией в Сочи традиционно начинается праздничная майская декада. Это одно из тех мероприятий, которые происходят в городе. А так, в принципе, мы видим, что сочинцы очень большие патриоты. И этому способствует то, что в городе проводится огромное количество разных событийных мероприятий. И основная из них задача – это воспитание патриотизма. Глава Сочи поздравил ветеранов и всех присутствующих с наступающим праздником Победы. Поздравления в этот день звучали и от юнормейцев. Дети читали стихи и пели песни военных лет. Знамя Победы подняли на самой высокой точке горы Ахун. Сегодня этот флаг символизирует и мирные победы города, который добился международного признания. В Сочи стартовала акция «В гости к ветерану». Одним из первых участия в ней принял глава города Анатолий Пахомов. Он посетил Павла Сюткина, героя, получившего свое звание спустя несколько десятков лет. Павел Павлович Сюткин – артиллерист, полковник в отставке. Последний по дате награждения – ветеран Великой Отечественной, прижизненно удостоенный звания героя. Участвовал в прорыве обороны фашистов в Восточной Пруссии, отличился при взятии города и крепости Пилау. Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его из-за ошибки в документах. Награда нашла его спустя 63 года. В 1995 году по приглашению родственников он переехал в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов выделил ему квартиру. Сегодня Павел Сюткин – неизменный участник патриотических мероприятий. В постоянной активности и видит свой секрет долголетия. За чашкой чая ветеран признался – давно не играл в любимый бильярд и пригласил главу Сочи сыграть с ним на пару. Анатолий Пахомов пообещал, что игра обязательно состоится. Несколько таких слов, как становится, на душе какое-то такое ощущение, чувство, что я не забыт, что ничто не забыто, никто не забыт. Это большое дело, когда можно показать настоящего героя, настоящего патриота, чтобы с ними общалась молодежь. И то, что мы сегодня это делаем, это делаем для себя, для своего подрастающего поколения. В рамках акции глава Сочи призвал горожан внимательнее отнестись к своим соседям-ветеранам, помочь по хозяйству или просто пообщаться за чашкой чая. Со своей стороны власти города ко Дню Победы представляют ветеранам бесплатные путевки в санатории. Планируется, что лечение там получат почти 300 пожилых сочинцев. Помогают и с ремонтом квартир. При необходимости организуют адресную помощь. Также за ветеранами закрепили школьные коллективы. В гости к участникам войны придут ученики и студенты. Армия на ладошке. Выставка под таким названием открылась сегодня в Сочи. Ее уже по традиции проводят в 10-й школе. Плоские и объемные, бумажные и оловянные. На стендах выставки более 500 уникальных фигурок из разных стран и исторических эпох. Выставка, которая открылась в 10-й школе, собрана и представлена сразу несколькими местными коллекционерами. Один из них – Олег Клименко. В его личной коллекции несколько сотен таких фигурок. С самого детства. Я сегодня хотел привезти с собой друга, друга детства, с которым мы начали увлекаться солдатиками. Действительно маленькими мальчишками. В 4-5 лет отец его привез из Москвы. Мы металлических рыцарей. В руках Олега Клименко вот такие металлические рыцари обретают свой цвет. Сегодня это его главное увлечение. В целом же на стендах выставки можно увидеть фигурки, представляющие Первую мировую и Великую Отечественную войну, а также современную армию. Среди экспонатов – самолеты, разные виды танков и кораблей. В нашей школе очень много таких выставок, которые нам напоминают то время, войну, когда наши деды и прадеды воевали за мир и спокойствие. В городе Сочи нет таких больших музеев, как в Москве, к примеру, Красногорске или Кубинке. А тут, знаете, мини-такой маленький музей, где можно посмотреть на танки, уменьшена версия. На открытии выставки для детей провели целую экскурсию. Им рассказали, например, что первые миниатюры воинов появились еще в Древнем Египте. Коллекционированием таких фигурок увлекались многие известные личности. Петр Первый, Невский, Кутузов, Наполеон, сказочник Андерсон и многие другие. В этом году мы решили представить немножко необычную выставку. То есть мы хотим показать солдатика именно с нашего детства. Солдатика сказочного, не только солдатика серьезного, который участвовал в Первой мировой, во Второй мировой войне, в Великой Отечественной, но и солдатика, которым игрались. И дети понимали, что это прежде всего игрушка, сейчас уже произведение искусств. Экспозицию военно-исторической миниатюры, которую назвали «Армия на ладошке», проводят в 10-й школе уже третий год подряд. Изучать историю своей страны и просто историю игрушки через выставку школьники будут до Дня Победы. Кстати, в следующем году организаторы планируют расширить экспозицию, добавив на полки фигурки индейцев и ковбоев. Ну и к другим новостям. В Сочи продолжают борьбу с самовольной застройкой. Под снос идут все объекты, признанные судом незаконными. Власти региона и муниципалитета заняли твердую позицию и намерены навести порядок в строительном бизнесе курорта. Накануне об этом шла речь в администрации города на совещании под руководством первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко. К борьбе с самостроемой подключился и Следственный комитет. Этот дом на улице Ружейная был пятиэтажным. Застройщик получал разрешение на возведение ИЖС, но построил многоквартирный дом и продал квадратные метры. Решением краевого суда объект признан незаконным и теперь его сносят. Работы начались с 9 апреля. Подрядчики обещают завершить их к середине мая. В принципе проблем нет. Все окружающие довольны, потому что дом многоквартирный, парковки нет, сетей нет, воды нет. Ну и честно сказать, маленький Китай город сделали. Не место для дома. И это не единственный незаконно построенный объект в Адлере. Так называемые черные застройщики активно пользуются схемой получения земельных участков под ИЖС и потом возводят на них многоэтажки. Квартиры продают еще на стадии закладки фундамента. К примеру, соседний дом на этой же улице тоже должен идти под снос по решению суда. Но владелец дома продолжает строительство. Даже установил кондиционеры. На вопрос вице-губернатора Андрея Алексеенко, почему он нарушает закон, застройщик ответить не может. Вы получали разрешение на что? Разрешение на строительство? На ИЖС. А почему вы построили многоквартирный дом? Почему вы отклонились от разрешения строительства, построили многоквартирный дом? Мало того, обманным путем ввели в суд заблуждение, зарегистрировали право и продали квартиры. Это же мошенник. Борьба с самоволками в Сочи ведется уже четвертый год. Только в 2018-м проведено 155 проверок соблюдения земельного законодательства. В суды курорта властями Сочи подано 168 исков о сносе самовольных построек и освобождении земельных участков, занятых незаконно. На совещании в администрации города подвели промежуточные итоги этой работы. Как отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко, переломный момент в борьбе с самостроями наступил. Суды оперативно принимают решение о сносе, а сами объекты идут под ковш экскаватора. Не надо никому разъяснять, что это за собой влечет. От экологической безопасности в Сочи. Сочи – это экологический, в первую очередь, курорт. Где у нас они все врезаны канализационными стоками. Либо ливнек, либо вообще льют на рельеф. Никаких технических условий нет. И только работы, которые уже который год у нас проводятся, третий или четвертый год проводятся, у нас удается в значительной степени ситуацию по экологической ситуации поменять в лучшую сторону. Другая проблема – нарушение природоохранного законодательства. Еще несколько лет назад в Сочи было 17 тысяч объектов, сбрасывающих канализационные стоки в ливневке или городские ручьи. Благодаря усилиям администрации города сейчас осталось около тысячи. Из них 25 домов находятся на улице Голубые дали. До частной насосной станции всего 10 метров. Но застройщик не соизволил подвезти туда трубу. Вице-губернатор дал руководству водоканала неделю на решение этой проблемы. Нам передадут этот насосный водоканал. Мы компенсируем какую-то часть затрат собственникам на то, что они строили. И дальше, в соответствии с законом, вторую часть этих потребителей подключаем и разбираемся с платой за подключение. Ну, кто сколько должен будет, тот и заплатит. Но это уже второй вопрос. Сначала нужно убрать течь. Региональные и муниципальные власти планируют довести борьбу с нарушениями природоохранного законодательства и незаконным строительством до конца. В этом году судами уже рассмотрено 102 дела. По 60 вынесено решение о сносе. Свою работу с нерадивыми застройщиками проводит и следственный комитет. Следователи возбудили 17 уголовных дел в отношении застройщиков, возводивших многоквартирные дома в обход правил. Три из них уже переданы в суд для принятия решения. Один из застройщиков получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Следователи уверяют, не менее строгое наказание ждет и других фигурантов. Ну и продолжаем. Сочинский девятиклассник стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по математике. В гимназии номер 8 сегодня торжественно поздравили Данилу Демина с победой. С ним вместе в финал вышли еще два гимназиста – Максима Мельченко и Юлия Сергеева. На заключительном этапе соревнований, который проходил в конце апреля в Екатеринбурге, подросток решил все задачи и получил 54 из 56 возможных баллов. Отличились также Максима Мельченко и Юлия Сергеева. Все они ученики гимназии номер 8. По словам начальника управления по образованию науки Ольги Медведевой, такой результат стал возможным во многом благодаря родителям этих детей, педагогам и желанию ребят быть первыми. Я хочу вам пожелать, чтобы все, что вы делали, это не пафос. Я говорю это от сердца и от души. Все происходило в России и для России. Нам так нужны такие ребята. И тогда наша страна всегда будет впереди планеты всей. Молодцы! Своё будущее все трое финалистов связывают с математикой. Как признаются родители Данилы Дюмина, мальчика с детства увлекали науки. Впервые он победил в Олимпиаде по химии в седьмом классе, когда в школьной программе еще даже не было этого предмета. Участие в местных соревнованиях помогло Даниле справиться с заданиями на всероссийском уровне. Потом, когда уже подошло время заниматься более секрюзной, олимпиадной математикой, я просто получал от этого удовольствие и все прям пошло очень хорошо. Дети от рождения наделены всеми талантами на свете. Главное, как рядом взрослые правильно смогут их развивать. Довольны остались все. Учителя и ученики пообещали и дальше показывать отличные результаты. Математика настолько серьезная и всеприменяемая, будем говорить так, наука, что рано или поздно он пустит какой-то корешок, может быть, в экономику, может быть, в бизнес, может быть, придумает какую-то новую экономическую политику для нашей страны. В нем, для него это возможно. Директор гимназии вручил победителю и участникам финального этапа Олимпиады денежную премию и пообещал и впредь так мотивировать своих учеников на интеллектуальные победы. Елена Всевсовна, Николай Тихонов, Индира, Челка, телекомпания, ФКТ. В Сочи подвели итоги ежегодной национальной премии «Спорт и Россия». Лучшие компании были отмечены за поддержку спорта и здорового образа жизни. Премию вручают уже пятый год подряд. Ну а перед тем, как раздать заветные кубки и дипломы, организаторы проводят форум, которая становится деловой площадкой для ведущих российских и международных компаний. Форум и премия «Спорт и Россия» празднуют юбилей. Звезды мирового спорта, государственные деятели, перспективные спортивные клубы и первые лица компании, для которых спорт не только часть корпоративной ответственности, но и образ жизни, собираются в Сочи уже пятый год подряд. Цель обсудить развитие спорта и индустрии, конечно, отметить лучших национальной премии «Спорт и Россия». В этом году в числе сильнейших федеральная сеть фитнес-клубов «Иксфит». Она сегодня насчитывает более 80 клубов в России и странах ближнего зарубежья. Наверное, наш вклад все-таки не в спортивную отрасль, а в здоровый образ жизни в целом, здоровье нации и в пропаганду этого течения среди россиян. Самое интересное, наверное, для нас в этом форуме как раз то, что есть возможность увидеть и послушать, и воочию увидеть те действия, которые совершаются в сфере спорта и здорового образа жизни. Основная ценность этого форума – это кейсы. Несомненно. Есть какие-то большие проекты, которые здесь представлены. И здесь также представлен малый бизнес, который реализовывает уникальнейшие проекты, о которых ты нигде больше не услышишь, кроме как-то в рамках этого форума. Форум впервые в этом году переехал из центра Сочи в горный кластер. Площадкой стал отель в одном из лучших в стране горно-климатических курортов «Роза Хутор». Компания также была отмечена престижной наградой. Компания «Роза Хутор» – это один из крупнейших горных курортов России. Мы серьезно обращаем внимание на развитие спорта на нашем курорте. И нам, конечно же, очень приятно и престижно принимать такую премию здесь. И, конечно, приятно получить премию за развитие и вклад в спорт. Заслуженную премию вручили «Империал парк-отель энд-спа». Награду вручили за лучший спортивный многофункциональный комплекс. Это огромная площадь и большие возможности принимать до тысячи человек и проводить различные спортивные мероприятия. Мы получаем сегодня премию за лучший спортивный комплекс. Он у нас многофункциональный в отеле. 1600 квадратных метров большой зал, который трансформируется как под развлекательные мероприятия, так и под спортивные всевозможные. То есть это баскетбол, волейбол, большой теннис, мини-футбол. Это единственный такой зал в Подмосковье, который многофункциональный, который включает в себя очень большое количество всевозможных функций. Официальным партнером ежегодной программы «Спорт и Россия» стала компания «Термос». Она уже более ста лет производит инновационные изотермические товары. Сейчас международная фирма начинает реализацию нового социального проекта. Мы на сегодняшний день начинаем большую программу именно в мире спорта. Это становится нашей непосредственной теперь деятельностью. Мы занимаемся сейчас реализацией социального проекта вместе с спортивной организацией «Самбо-70». То есть мы становимся их партнерами и будем заниматься поддержкой их мероприятий. Каждый год крупный форум собирает все больше участников, отмечают организаторы. В следующий раз лидеры в области продвижения спорта соберутся уже на шестой национальной премии «Спорт и Россия». Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи разыграли медали открытого турнира города под Хэквондо ИТФ. Его проводят ежегодно в память о мастере спорта России Юрии Гораняне. За финальными поединками турнира наблюдала наша съемочная группа. Здесь спортсмены со всего Большого Сочи, а также Туапсинского района и Республики Абхазия. Ежегодный открытый городской турнир под Хэквондо ИТФ с каждым годом собирает все больше участников. В этом году их около полутора сотен. Проводят соревнования в память о мастере спорта России Юрии Гораняне. И это для детей вот такие первые соревнования, первые старты, на которых они показывают свое мастерство, вот это начальное. И у них зарождается вот этот дух борьбы и дух спорта. Именно на таких турнирах юные спортсмены пробуют свои силы и набираются соревновательной практики, что крайне важно для любого борца, который стремится к высоким достижениям в спорте. У нас сейчас с этими соревнованиями в Эстонии проходит чемпионат первенства Европы, которые люди уже отобрались на соревнованиях. У нас прошли же чемпионат первенства России до этого. Из-за этого для тех, кто уже не попал, и для начинающих эти соревнования, открытый турнир, это для младшего возраста. Ну а те тхэквондисты, за плечами которых уже не один турнир и десятки медалей соревнований разного уровня, выступают на городском чемпионате в новом качестве, в качестве судей. Это и большая ответственность, и новый опыт, говорят спортсмены. Раньше мы выступали как участники в детстве, начинали свой путь так же, как сейчас ребята, дети. Но сейчас уже доросли до того момента, когда можем уже судить сами. Также мы выступаем на более крупных соревнованиях, как чемпионат России, выезжаем в разные города на соревнования. Сегодня тхэквондо в Сочи – один из популярных и стремительно развивающихся видов спорта. Им серьезно занимаются порядка тысячи сочинцев. Кстати, наши земляки достойно представляют не только город, но и страну на международной спортивной арене. В том числе и на чемпионате и первенстве Европы, которые на днях завершились в Эстонии. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи стартовало открытое первенство города по фехтованию. Оно проводится в нашем городе в четвертый раз. Соревнования посвящены Дню Победы. Фехтование для Сочи – достаточно молодой вид спорта. Первая секция была открыта только в 2013 году, но уже есть хорошие результаты. Это победители и призеры первенства Краснодарского края. Дети, которые уже видны перспективы, которые есть задатки, ведется некий отбор детей, которые уже показывают, проявляют себя, проявляют характер. В Сочи только в детско-юношеской спортивной школе номер 9 развивают этот вид спорта. Под руководством опытных тренеров, мастеров спорта СССР и России проводится такого уровня соревнования два раза в год. На этот раз все победы спортсменов будут посвящены победе советских солдат в Великой Отечественной войне. Я очень благодарен администрации Югспорт, которым бесплатно они предоставили эту площадку. Можно в площадку или спортивный зал, который действительно, вы сами видите, в очень красивом состоянии находится. На открытом первенстве по фехтованию представлен Краснодарский край, Республики Крым, Абхазия, Севастополь, Донецк и Луганские народные республики, Северная Осетия, Ростов-на-Дону. Возрастная группа от 10 до 13 лет. Достойно представлен Сочи. Более ста юных сочинских фехтовальщиков вышли на дорожки, чтобы сразиться с сильными соперниками в шпаге, рапире и сабле. Среди них и амбициозный сочинец Глеб Зверев. Я хочу стать олимпийским чемпионом и для этого нужно стараться и никогда не сдаваться. Соревнования продлятся до 7 мая. В этот же день будут объявлены и награждены победители и призеры личных и командных соревнований. В Адлерском районе прошел турнир по самбо. Участие в соревновании, которое посвятили предстоящему 9 мая, приняли юноши и девушки 2006-2008 годов рождения. Перед открытием турнира самбисты возложили цветы к памятнику советским воинам, героически павшим в ходе сражений Великой Отечественной войны. После на борцовском ковре сошлись более ста юных спортсменов. Победители получили не только призы и медали, но и право выступать уже на региональных соревнованиях. Напомню, что школа номер 26, где проходил турнир, участник федерального проекта «Самбо в школу», а также победитель проекта Александра Карелина «Спорткоманда России» в прошлом году. Помимо этого, атлеты школьного клуба «Самбо Дрост» стали победителями престижного турнира в Москве под одноименным названием «Самбо в школу». Знания приемов самозащиты, уверены организаторы проекта, необходимы каждому. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.